Иногда мне кажется, что мой мозг – это чужой, живущий в моей голове, и он действительно может всё. Всем привет! С вами Лара Шум, и сегодня я бы хотела с вами поговорить о такой формулировке, как «я могу всё». Не согласна я немного с этим. Почему? Потому что моему мозгу, например, непонятно, что же такое «всё». Слово «всё» наш мозг не понимает, он не воспринимает, и, соответственно, когда вы говорите «я всё могу», он не знает, в каком направлении ему двигаться. И согласитесь, если вам скажут «иди туда, не знаю куда», вы же не сможете куда-то пойти, потому что вы будете не понимать. То же самое с вашим мозгом. А если вы конкретизируете «я всё могу», например, проходить сквозь стены, мозгу будет понятна цель. И что он начнёт делать? Он начнёт собирать информацию. А дело в том, что в наш мозг попадает вся любая информация, которую мы получаем в течение жизни. И представляете, что там даже может быть информация, как же всё-таки проходить сквозь стены. Но я сейчас немножко утрирую. Я люблю конкретику. Конкретика – это великая сила нашего действия. Дав правильное направление нашему дорогому мозгу, вы начнёте получать результат. Когда вы говорите «я всё могу», конкретизируйте, пожалуйста, помогите своему мозгу разобраться, что же он на самом деле может. Приведите эксперимент и дайте себе установку на то, чтобы, допустим, зарабатывать от 150 тысяч в месяц. И вот вы говорите «я могу зарабатывать от 150 тысяч в месяц». А что вы теряете, если вы сейчас не зарабатываете 150 тысяч в месяц, а живёте, допустим, на 30 тысяч? И каждый день, произнося эту установку, я могу зарабатывать 150 тысяч в месяц и дать себе время определённое, может быть, год, может быть, два. И если это у вас получится, если ваш мозг приведёт вас туда, куда надо. Приведите эксперимент «отношения». Я могу построить гармоничные, крепкие, здоровые отношения. Это же ничего не меняет, если сейчас у вас в данный момент нет этих отношений. Это даёт вам какую-то надежду. Благодаря этой фразе вы возьмёте ответственность на себя и будете стремиться к тому, чтобы действительно создать эти отношения. И когда будут возникать конфликтные ситуации, вы будете стараться их решать. Вы будете стараться отношения ваши поднимать на новый уровень, потому что у вас уже в голове стоит эта установка. Я могу построить крепкие, здоровые, гармоничные отношения. Доверяйте своему мозгу и складывайте туда самую полезную информацию. Вот и всё. Но это моё личное мнение, и я, потому что, ещё раз говорю, я люблю конкретику. И я понимаю, что когда ты ставишь цель, ты же сам себе можешь помочь. С вами была Лара Шум. Подписывайся на мой канал, ставь лайк и расскажи об этом видео своим друзьям. Вдруг оно кому-то пригодится. А если вы хотите более подробно узнать, что такое конкретика, то просто наберите в интернете, что такое конкретика. Вы с ней познакомитесь ближе, и вам тогда легче будет двигаться по жизни. Потому что вы научитесь ставить цели и также интересно разговаривать. Продолжение следует...